Всем привет! Сегодня мы познакомимся с младшим представителем линейки технических фенов торговой марки Zubr. Это вот у меня сегодня в руках модель FT-P1600, технический фен Zubr. Ну 1600 это как раз таки означает мощность данного инструмента, то есть 1600 Вт. Максимальная температура, которую развивает фен, 550 градусов по Цельсию. Позиционируется производителем данный инструмент в серии Профессионал, то есть профессиональный инструмент. Кроме того указано, что имеются два режима работы, поток воздуха выдаваемый 550 литров в минуту. Соответственно в комплекте идут 4 насадки. Производитель дает гарантию на фен 5 лет. Упакован фен в картонную коробку. Коробка жесткая, соответственно на задней стороне приведены технические характеристики, комплектация. Ну и указаны основные характеристики изделия. Керамический изолятор, термопредохранитель, нагреватель для элементов увеличенного сечения, специальный упор на рукоятке, то есть вот основные как бы характеристики. Но можно много читать, давайте лучше вскроем и собственно посмотрим, что там у нас внутри. Видите, коробочка обломбирована, сверху защитный целлофан. Сейчас мы это все снизим и соответственно посмотрим инструмент баллосы. Так, обувь я отрезал. Открываем, открываем. Сверху у нас лежит документация. Это хорошо. Сейчас мы проверим, что у нас должно быть в комплекте. Собственно, что у нас есть в наличии. Так, комплектность. Фен технический. Видим, присутствует фен. Дальше. Комплект насадок плоская, с дефлектором, редукционная и для стекла. То есть 4 штуки насадок. Давайте посмотрим, что тут у нас в пакетике. Пакетик такой с набором. Сейчас мы его откроем тоже аккуратненько, чтобы не портится совсем. Как-нибудь цеплю. Так. Мы все это дело вынем. Так, 4 насадки. Раз, два, три. Три, четыре. Четыре насадки. И еще я вот вижу, у нас есть тут скребок. Соответственно, держатель, скребок. Еще должен быть шпатель. Шпатель еще должен быть у нас в комплекте. Шпатель, 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 шпатель. А вот шпатель нет. И нет. Это странно. Так, еще раз смотрим. Ага, виноват. В данной модели шпатель в комплекте не идет. Тут просто инструкция как раз на все модельки. На P1600, на P1800 и на P2000. Да, значит, у нас комплектность полная. Все нормально. Четыре насадки. И, соответственно, держатель со скребком. Все это присутствует. Также есть инструкция по безопасности и инструкция по эксплуатации. Замечательно. Ну что ж, достанем сам фен. Коробочку отодвинем. Мокарочку тоже аккуратненько отодвинем. Ну, лично я уже с феном знакомился. С подобным из этой серии. С более мощным. Но это вот самая младшая моделька. Соответственно, FT-P1600. Говорил уже, что очень удобный, ухватистый такой корпус. То есть, надежно лежит инструмент в руке. Рукоятка сама прорезиненная. Вылет логотип. Зубр. Трехпозиционный выключатель. Нулевое положение. Первое и второе. Ну вот, в принципе, больше никаких особых хитростей здесь нет. Приятный пластик на ощупь синего цвета. Давайте включим розетку. Проверим работоспособность. Значит, в нулевом положении инструмент выключен. В первом положении инструмент, соответственно, развивает фиксированную температуру. Сейчас мы посмотрим, какая там у нас описана. И второе положение. Здесь слышно большая производительность. И ощутимо более высокая температура. Вот я пока переключу первое положение. Так, что у нас там написано в инструкции? Ага. Ну вот, указано, что в первом положении фен развивает температуру 350 градусов. А во втором максимальная температура 550 градусов. То есть, вот конкретно здесь два положения с фиксированной температурой. В данном случае это вот 350 градусов. И во втором случае, когда и поток воздуха больше, это 550 градусов. Ну что ж, фен работает. Работает негромко. Вполне комфортно. Обращаю внимание, что фен всегда после прекращения работы надо ставить вот в такое положение. Специально здесь на ручке сделан, видите, упор. Для того, чтобы фен, естественно, способом остывал. Чтобы через сопло уходил теплый воздух. Остывали внутренние элементы. Ну вот, фен, кстати, внешняя оболочка абсолютно не нагрелась. Насадки устанавливаются очень легко. То есть, просто одеваются, соответственно, сверху. В натяг. Особо никаких усилий это не требует. Достойный инструмент. Рекомендую для использования.